Встретим шестидесятилетие образования СССР! Телевизор... Ну, телевизор как-то мы не смотрели. Какая-то дурная пропаганда. Неотвеним ваш вклад для невеличивого. В укрепление единства. Это наше преимущество Путин, и мы его должны защитить. Я был уверен, что я умру при этом маразме, что на моей жизни это не хочется. Я вообще считала, что я все как бы более-менее соответствует написанному в книгах. В книгах рассказывают, как мы в счастливой стране живем. Прошедший год знаменателен тем, что в нем состоялся 26-й съезд нашей партии. Единая Россия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней. Прошу поднять время для удостоверения. Прошу опуститься. Настолько много раз продемонстрирована лживость этого, что это больше, чем неверие. Это абсолютное отторжение. Ну какая может быть жизнь, когда цензура, ГБ, аппарат безопасности, и ничего нельзя свободно обсуждать? То зачем крутить и мудрить? Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Глубочайшее возмущение вызывает попытки империалистических клеветников создать впечатление о каких-то нарушениях гражданских прав в Советском Союзе. Многие идеи прошли в своем развитии от «этого не может быть» до «кто же этого не знает». Именно на этом, что все знали, оно и посыпалось в 80-е годы. При этом я ждал, можно сказать, я жил в ждущем режиме, когда настанет мое время, скажем так. Наши чувства можно выразить кратко. Народ устал ждать. В отставку! Тридцать с лишним лет спустя. У вас есть ощущение, что вы проиграли? У меня есть ощущение, что не так много мне осталось. Ну так уж, мне много лет, да. Тогда же начинавшему политику Льву Пономареву на первых в России свободных выборах, потеснившему КПСС, нету еще и сорока. Как и его друзьям из молодого общества «Мемориал». Они уверены, в государстве ничего не изменить, если не увековечить память о миллионах им же репрессированных и о терроре, на котором оно держалось. Такое трудно представить себе и до, и после того. Однако в 90-м вот тут еще стоит Дзержинский, вот здесь пока размещается КГБ СССР, но в запасе у Союза лишь несколько месяцев, а до прихода во власть тоскующих по нему еще 9 лет. И вот на пике недолгой эпохи, 30 октября 90-го, эту дату еще диссиденты отмечали как День политзаключенных, стараниями Пономарева и его единомышленников Соловков, первого советского лагеря, сюда привозят вот этот камень. Так Лубянка, как им казалось тогда, из места страха превращается в место покаяния и памяти. Я был депутатом Российской Федерации уже в это время. Я был знаком со многими мемориальцами и в регионах тоже России. Меня звонят из Архангельска, говорят, Лев Александрович, мы вот решили привезти Соловков в камень и установить у себя, как память. Я говорю, везите два. Ну и правительство московское было тоже наше, власть была наша. И поэтому это все быстро произошло, потому что, знаете, ветер дул в нашу спину, это ни у меня одного. Власть ни нас не игнорировала, власть не могла игнорировать вот этот огромный, просто практически захвативший всю страну, требование правды о прошлом. От лжи мы должны уйти не только тем, что мы скажем правду, но и еще тем, что те люди, жертвы, которые рядом с нами, которые еще живы, получат реабилитацию и получат какие-то извинения. На открытии Соловецкого камня еще живы сами бывшие политзеки. Десятитысячный митинг с ними – тогда итог невероятных перемен. До перестройки те, кто смог уцелеть в ГУЛАГе, боялись не то, что так вот митинговать, а признаваться даже в семейном кругу о лагерном прошлом. Вот для меня мемориал был – это выражение боли. Вот сотен тысяч людей, которые прошли ГУЛАГ, жизни которых были искалечены, которых убили, и тех, которые вернулись. Вот эту боль я чувствовал благодаря просто тому, что я вырос в семье, где это было. И прочел воспоминания. В вашей семье были репрессированы. Это… Ну, дедушка остался жив, он был как бы недолго, два года. А Ольга Львовна, Адам Василий Озберг, это сестра моей бабушки, она написала знаменитую книжку «Путь». Все это, понятно, было тайно, ничего в семье не говорилось. Я просто у мамы в шкафу для белья нашел папочку, вот эту рукопись. И я ее прочел. И на меня вот это произвело вот то самое, как бы сказать, дикое антисоветское впечатление. Я не мог простить. Это все было доступно человеку, который хотел это знать и видеть. Книга, например, «Потери населения СССР». Я ее читал внимательно, положив в ящик своего письменного стола и убирая, когда прекращал читать, эти листы с диаграммами. Что было в этих диаграммах? Возрастные пирамиды, указывавшие на чудовищные провалы, связанные с голодом, с войной, с террором. Я точно не собиралась поменять всю свою жизнь, бросить свою карьеру довольно успешную, математическую. У меня походы, у меня горы, у меня песни, у меня друзья, у меня романы. А как вообще вы впервые узнали о масштабе репрессий? Вы помните это? Я прочитала «Архипелаг ГУЛАГ». И это действительно был шок, потому что мне было стыдно. Мне было ужасно стыдно, потому что ты не можешь себе в 25 лет сказать, если ты себя считаешь не идиотом, ты не можешь себе не спросить себя, а кто сам-то ты в это время? А почему ты сейчас это прочитал? Солженицын сыграл очень большую роль, безусловно. Это была же «Черная комната прошлого». Было ясно, что все не идти, все дороги ведут туда. Что там надо, что там, так сказать, основа нашей системы. Что там надо искать то, что повлияло на советское общество. Что сделало его таким, так сказать, атомизированным, циничным, трусливым. Мемориал начинался гораздо раньше, чем началось, собственно говоря, движение «Мемориал» полтора года назад. Мемориал начинался сразу с началом, ну, пожалуй, что хрущевской оттепели. Уже в те годы появились люди, и этих людей было достаточно много, которые стали собирать материалы. Так, заходим. Арсений Рогинский сказал, наше дело писать карточки. И, в общем, он имел в виду, значит, составлять списки. А Сахаров сказал, наша задача – дойти до каждой судьбы. Помните, Платонов писал, без меня народ неполный. Берч Франц Антонович, немец, 900-го года рождения. Вот, и умер в заключении, Магаданская область. Это до арестной фотографии. Видите, в некоторых из них вымораны лица. Это что означает, да? Это означает, что этот человек был арестован. Какой-то из членов семьи. И это значит, что хранить эту фотографию опасно. Дорогой Сефис Исарионович, помогите мне найти правду. Мы его обсадили в 1937 году. Он невиновен, его пытали. Разрешите ему вернуться в Москву. Мы собирали не архив, который дублирует государственный. Это невозможно. Мы собирали народный архив. До скольких судеб вы зашли за 3000 лет? Ну, в общем, у нас более 60 тысяч дел. Это может быть несколько листочков, которые остались от человека. Это может быть одна только фотография. Или вот, например, одно концертное платье. В нем при аресте в театре в 1937-м будет Валентина Антонова-Буханевич. И в нем же, подлатывая, подштопывая его, она проведет все время в лагере. У нее не было никакой другой одежды. Ей не разрешались никакие передачи. И поэтому оно практически истлевало на ней. Ни один из этих предметов никогда не был куплен. Это все, что приносили в дар мемориалу. Именно мемориалу. Люди, верившие в мемориал, верившие в те цели, которые мы поставили перед собой. Эта выставка о доле женщин в ГУЛАГе, открывшаяся осенью в мемориале, малая часть того, чем все эти годы пополнялись его хранилищем. В государственных засекреченные справки, сводки берегли память о терроре в изложении его исполнителей. Сюда же стекалась личная от самих жертв. Или то, к примеру, что сами мемориальцы привозили из экспедиции по заброшенным лагерям. У нас есть экспонаты с мертвой дороги. Мы делаем 3D-модели из них, и мы их добавим в реконструированный лагерь. И можно будет зайти внутрь барака. То есть человек наденет шлем, и он окажется в реконструкции лагеря, и сможет послушать воспоминания. Затем окажется в остатках лагеря современных. Я правильно понимаю, что в России проблема даже не в том, что это и гарка, и адски далеко, сколько в том, что в принципе не сохранилось ничего, что можно было бы превратить в музей за эти 80-90 лет. В Перм-36 была, и там был музей, прям вот в остатках бараков и так далее, но случился рэкет, и теперь он государственный абсолютно. И теперь там рассказывают про бедную долю охранников этих лагерей, и про то, какая была вообще отличная система. Недавно в мемориал пришла женщина, она уже внучка человека. Мне моя мама ничего не хотела рассказывать, я еще бабушку свою застала. У нас что-то случилось с дедушкой, но ничего не понятно. Вот вроде он умер в лагере. Ну, фамилия известна. Вот мы начинаем смотреть и говорим, а ваш дедушка вообще-то расстрелян, лежит на Донском. А она живет в двух кварталах от Донского, и всю жизнь там прожила. И в этой квартире жила ее мама, дочка этого человека, и жила его жена. Его жена, которая его ждала, которая считала, что он умер в лагере. А могила его была в двух кварталах от этого места. И она умерла. Вранье государства с ней ушло в ее могилу. В базе данного мемориала более трех миллионов имен. Конкретных имен. Картотеки мемориальские. Это же потрясающие коллекции, когда вы можете по номеру дома найти, посмотреть, где ваши жили. Так я узнала, что Марк Альбац, его арестовывали на Покровке 11, и теперь там висит табличка последнего адреса. Уничтожение мемориала – это катастрофа. Мы открываем пресс-конференцию о исках о ликвидации мемориалов. Я шел в мемориал с допроса, страшно сказать, в прокуратуре по другому делу. Да-да, у нас параллельно и другие дела шли. Там всякие какие-то мелкие... Что сказать, что не сказать. Кому сказать какие-то дела в формулировках. И думаю, ба-бах, прихожу сюда, а здесь мне говорят, что в окно к нам прилетела кувалда, что все. Скажу коротко. Стыдно очень. Ликвидация Международной общественной организации и Международное общественное мемориал. Мемориалам, вопреки требованиям, нарушены нормы Конституции Российской Федерации, Международных правовых актов, Конвенции защиты прав человека и основных свобод, Конвенция правов ребенка. Как ты себе отвечаешь? За что у вас закрывают? За позицию. За то, что мы не молчим о том, мы громко и нормально говорим, что мы против войны в Украине. Никто мемориал ни в коем случае не одобрял, наоборот, и суждал окупацию Крыма. Как и когда вышло так, что мемориал от строго исторической деятельности перешел к тому, что вы по сей день называете правозащитой, а государство зовет вмешательством в политику? Ну, смотрите, протесты против подавления китайских выступлений на площади Цианиньмэнь. Я помню, что пикет был около китайского посольства. Но это казалось важным. Но при чем здесь сталинские репрессии и китайское посольство? Потому что в Китае тоже выступали за новое, а подавление танками суденческих выступлений на площади Цианиньмэнь, это был возврат старого. Можно, конечно, сурово осуждать ошибки и преступления прошлого. Но когда ты видишь нечто похожее происходящее рядом, молчать об этом значит врать и в другом. Мне не кажется некоторым лукавством, когда утверждают, будто мемориал закрывают, потому что память о репрессиях больше никому не нужна. Ведь если бы мемориал не лез одной ногой в то, что государство называет политикой, то все у вас было бы нормально, и ты бы спокойно дальше работала в архиве. Здесь невозможно лезть одной ногой в политику, потому что есть историческая политика, есть эта вся пропаганда, и нужно говорить, кто-то должен говорить нормально, ее разоплачать и спокойно, последовательно говорить, что с ней не так. Ну, это наша кровь и плоти, как бы. И наши организации создали в том числе и диссиденты. И всю Брежневскую эпоху, десятки людей в разных городах страны, полутайно собирали материалы о жертвах беззакония и репрессий 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. У меня возникло такое абсолютно кошмарное ощущение, что это все погибнет. Но я же историк, я архивист, я понимал все время, что вообще, говоря, огромное количество документов, они до нас не дошли. Мне показалось, что это совершенно неправильно, и что это нужно сохранять. Арсений Борисович Рогинский – сын погибшего в лагере отца. Человек редактирует подпольный издореческий сборник «Память». Ну, что значит подпольный? Группа составителей редактировала этот самый сборник в комнате какой-то съемной квартиры, а в другой комнате той же съемной квартиры были какие-то девушки, видимо, приехавшие поступать куда-то. Мальчики, мальчики, мы знаем, что вы здесь делаете. Мальчики, мальчики, а вы делаете самоздат. И кто-то, по-моему, Рогинский выхватил один из листов и сказал, где вы видели самоздат со сносками? Вот в условиях подполья поддерживать академический уровень работы. Вот это Арсений Рогинский. Что вот эта вот «Память» книжка называлась «Исторический сборник». И это, кстати сказать, то, за что он, в конце концов, был посажен в лагерь. На четыре года. На четыре года. В уголовный лагерь советский, в Брежневский уже, с 81 по 85. Потом я узнал, что года 76-го уже была и слежка. Но это я узнал только вот в 90-е годы. Тогда я этого не знал, но тогда я чувствовал, что это просто опасно, потому что вокруг то вокруг. Первый страх, конечно, был, как бы, стариков не спалить. В 70-х, навещая стариков, прошедших через ГУЛАГ, Арсений Рогинский берется за создание первой своей картотеки и прячет эти сборники память на долгие годы на чердаках у друзей. Ирина Щербакова, тайком общаясь с бывшими политзаключенными, записывает их воспоминания на кассеты. Таких попыток зафиксировать историю, пока живы жертвы, среди диссидентов будет немало, но все они разрознены и чреваты. Открыто о ней заговорят лишь в 87-м. Вот в этом здании экономика математического института Академии наук. В нем так называемых неформалов-активистов, как их тогда называли, приютит клуб под названием Перестройка. На заре Горбачевской гласности это будет едва ли не первое послабление. Такие вот клубы, при которых разрешат уже бурные, но еще безобидные для властей дискуссии обо всем, что беспокоит в советском строе молодую интеллигенцию. У нее накопилось. Ну туда ходили люди с разными проектами, которые хотели предлагать, осуществлять. Как-то раз встретились и сказали, ну хорошо, разговоры это хорошо, но давайте мы кроме разговоров, чтобы все не уходило в песок, давайте мы что-то сделаем. И было такое одно заседание, вот Игорь Чубайс считает, что он его вел. Там доска такая, амфитеатр. И вот он говорит, ведущий, ну давайте вот, ну что вот, у нас как-то все не структурировано. Давайте я запишу на доске вот те проекты, которыми вот присутствующие хотят заниматься. Ну назовите там. Мы вот с Пашей называем проект за увековечивание памяти жертв политических репрессий. Мы два месяца писали вот первый документ мемориальский и дико спорили, вот сколько, можно написать миллионы погибших или нельзя. Вот имеем ли мы там, как-то внутренне там, мы понимали, что миллионы, но никаких цифр не было, по большому счету. Мы написали все-таки миллионы погибших. Почему мемориал? С одной стороны, очень правильным было бы назвать память. Но в это же время действовала неофашистская, по сути, организация. Да, в это время неофашистская, по сути, организация, которая называлась память. А с другой стороны, в нашем первом обращении там ведь были слова о том, что для того, чтобы не повторилось, мы считаем важным создание памятника жертвам политических репрессий и мемориального комплекса. И группа молодых людей вышла на улице с письмом о сборе, значит, о необходимости создать памятник, то есть включающий архив общедоступный музея, библиотеку. Это тоже были, как сказали бы сегодня, несанкционированные акции? Сложнее. Тогда еще не было никаких этих законов. Советская власть так все уничтожила и так, как это разровняло поле... Что было, в принципе, невообразимо, потому что советский человек вылетел на улицу. Да, если вы... Выживнишь, если это событие не может произойти, зачем вам закон? Поставили почти у театра Вахтанга в этот столик, развернули плакат, который, я помню, я пером, потому что я хорошо писала вот этими плакатными перьями. У каждого была своя функция. У меня, например, была функция находиться немножко неподалеку. У меня с собой были монетки для телефона-автомата. И когда было понятно, что все просто так не обойдется, что когда начнутся вот что-то происходить, я должна буду... Винтить, как сегодня говорят. Я должна буду позвонить. Я как наблюдатель выступаю. Нас довольно быстро забрали. Я первый раз оказался в милиции. И мы поняли, что вообще-то так на улице стоять бессмысленно. И очень быстро мы стали... Как-то так разговор пошел туда-сюда. И мы быстро договорились с главными режиссерами. С театрами? Да, и стоять там в перерывах. Мы стояли в перерывах, собирали подписи. Театр на Малой Бронной. Театр Моссовет. Это место, куда приходят люди, приезжающие в Москву. И это так сразу дало такой выход нам в регион. Люди просто брали у нас пачками эти бланки и говорили, я у себя в городе начну сбор. Сколько подписей вы собрали всего? Ну, больше 50 тысяч. Учитывая, что это советское время, и все-таки все по-прежнему это память. И люди должны были решиться написать свои адреса. Предполагалось, что деньги будут собраны, деньги будут общественные, пожертвования. И распоряжаться этими деньгами должен был общественный совет. Это был общественный совет мемориала. Это люди, которые были выбраны опросом на улицах, через огонек, рейтинговые голосования. Евтушенко, Корякин, Шатров, члены совета Акуджава, Приставкин, Ельцин входил, кстати, почетный председатель Сахаров. Излечить народу – это правда. Ничем не прикрытая. И такую правду должна дать общественная организация. Только бы не копировать советскую вертикаль власти. Мемориал создавался не как единая структура, а как сеть с независимыми друг от друга сообществами по регионам всей страны. За эти 30 лет они, как могли, избавились от белых пятен на ее карте. Сколько всего человек прошло через советские лагеря и расстрелы. Какова судьба каждого. И, наконец, где именно, быть может, прямо рядом с вашим домом творился этот террор. Как, например, здесь. Мы в Подмосковье, на Бутовском полигоне в месте массовых казней в сталинские времена. Известно о котором стало лишь в 90-х, когда в приоткрывшиеся архивы ФСБ впустили правозащитников и историков. Ну а что известно теперь живущим здесь же, всего в паре километров от Москвы, о старейшем стране правозащитном объединении. Вы слышали, что такое организация, как мемориал? Мое что-то, наверное, связанное с похоронным бюро, либо еще что-то. В смысле надгробья, памятники? Ну да. Памятники, архитектура. Великим людям, или реставрировать. Ритуальные услуги. А вы видите какую-то угрозу повторения того, что вот здесь, за этим лесом происходило 90 лет? Вряд ли. Мне кажется, такой не будет. Уже никогда. А вы ждете репрессий? Ну, вчера я боялся, сегодня нет. Ну, чтобы не было потом стыдно. У меня плакат, который я вчера вечером нарисовал. Не позволим никому закрыть мемориал. Придет ли кто-то? Мэру мы завали, здесь у нас пакетировано. Никак не являющийся, кстати, ночью. Вы помните момент, когда мемориал впервые заговорил о политзаключенных в стране не в прошедшем, а в настоящем времени? А когда он переставал об этом говорить? 91-й год. Вопрос, а Кузнецов и Родионов, которые там с ментами подсапались в подземном переходе на Лубянке, и их захопили, они кто у нас, политически или нет? Это можно считать смешным, но вот шпионские дела 90-х, Никитин, Пасько, это еще Велитрианские, Ельцинские времена. Но казалось, что в Советском Союзе как система, как способ управления страной, это в прошлом. Сколько сейчас у вас в списке политзаключенных? 420 человек. 420 человек относительно поздне-брежневских времен. Это что? Это столько же. Ну, здесь такая история. Там репрессии были на спаде, а у нас репрессии на подъеме. В этом смысле, как говорится, почувствуете разницу. То есть вам кажется, что впереди еще большая часть пути? Я думаю, да. Пути десятков тысяч граждан на излете советской эпохи ведут сюда, к неприметному московскому ДК при электроламповом заводе. До этого, через призыв в огоньке, мемориальцы предлагают всей страной слать работы на народный конкурс на лучший памятник бывшим политзаключенным. И участвуют в нем действительно сами бывшие узники ГУЛАГа, их семьи, присылают самые разные работы. Одновременно здесь же и так называемая «Неделя совести» со стихийной выставкой. Впервые в своей жизни прошедшие через ГУЛАГ осмелятся сюда принести фотографии, документы, вещи из семейных архивов. Все это развесят на специальной стене памяти, придуманной режиссером Дмитрием Крымовым. И вот из этой стены впоследствии и начнет возникать мемориальский архив людских судеб. Вот это все было закрыто от, так сказать, до буквально потолка почти белой основой. Мы находимся в обычном московском ДК, совсем не в центре. А вот сколько тогда здесь было человек? О, слушайте, тут стояла огромная очередь на улице, чтобы войти сюда. Просто люди шли потоком и стояли просто в очереди. Мы уже понимали, что очень важно зафиксировать, дать человеку возможность также оставить след, чтобы потом, если надо, встретиться с ним, поговорить. Эти трагичности, горечи, горе, которое прорывалось, это все было, да, потому что часто тогда я слышала слова «Почему же я узнала это только сейчас?» А вот он не дожил, а он умер и не узнал. Но все-таки радость, надежда, энергии от того, что сейчас возникает наконец-то возможность и шанс. Это было, скажем так, абсолютно непрофессионально. То есть это было на коленке, полная самодеятельность на коленке. Но она была настолько искренняя. И ты это смотрел, ты это первый раз видел. Кто-то говорил, что я знаю, что он расстрелян, но я не знаю где. Кто-то говорил, а у меня вот есть справка, что он погиб в лагере. А что судьба? А в каком лагере, я даже не знаю. А кто-то приходил и говорил, слушайте, я очень хочу вам помочь, только я не знаю, что делать. Скажите, что мне делать, я буду делать. И это была первая мощная, когда вот там тачка посередине стояла. Лагерная. Да, в нее деньги бросали. Потому что ведь в этот момент одновременно происходил сбор денег на создание вот этого самого памятника, как памятника. При Министерстве культуры был открыт счет. Мы сами жертвовали туда деньги. Звезды мировой музыки дали в Лондоне огромный концерт. И все деньги от этого концерта были перечислены. Там вообще было собрано много денег, которые благополучно государство украло. Ни одной копейки из этого собранного счета никогда не было никому не передано, не использовано. Началась девальвация, началось преобразование Советского Союза в Россию и деньги эти расставили. Почему так и не появился сам мемориал? В 90-е годы, конечно, мог бы появиться мемориал, но в 90-е годы были очень острые политические борьбы, потом экономические, так сказать, провал такой фактически. Было не до этого. А вот при Путине, когда там, конечно, пошли очень большие деньги, а кому нужен при Путине мемориал? И поэтому это была огромная работа. Вот внутри кремлевской администрации, я там многих знал, людей убеждали как бы Путина и какое-то окружение, что памятник должен появиться. Владимир Владимирович Путин. Миллионы людей объявлялись по правилам народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей. Я прошу прощения, когда Путин открывает этот памятник, там центральную лечь, говорит Владимир Петрович Лукин. И он ее строит на четырех тезисах. Знать, помнить, осудить, простить. Отношение государства простить. Вот это там на камне сзади. А мемориал это не простить. Эти преступления, они не имеют срока доности. Через четыре года к тем, кто стоял с президентом на открытии стены скорби из, разумеется, независимой от него прокуратуры придет иск. Точнее, два иска. Один к международному мемориалу, другой к смежной с ним структуре, правозащитному центру мемориалу. Если совсем упрощая, то проекты первого, по большей части, обращены к истории, а вот второй всегда в настоящем. От защиты признававшихся в России экстремистскими религиозных объединений, вроде Светили Иеговы, и Хизбут Тахрира, и до мониторинга военных преступлений. И эта вот деятельность государства раздражала всегда. Зуна армяно-азербайджанского конфликта с обеих сторон, Южная Осетия с обеих сторон, Приднестровье, Таджикистан, Чечня. Я был ребенком, когда шла Первая Чеченская война, но даже я помню в закадровом тексте тех новостных сюжетов, что там, где устойчивые штампы, незаконные вооруженные формирования, там и правозащитники. Скажем так, у вас тоже немножечко искаженный взгляд, потому что одна из основных задач, которой занимался в частности я, это поиск пропавших без вести вообще, в том числе и пленных солдат. И если я жил в чеченских селах, то в большой степени потому, что именно там держали пленных. Когда ты приезжаешь искать людей, а вместо этого получаешь их тела, расстреляны из комендатуры в кузове газели вместе с толпой родственников. Когда находишь останки, это же еще и запах, если это лето. Когда ты ищешь человека, когда ты считаешь его живым, потому что помнишь его голос по аудиозаписи, выясняется, что он расстрелян, и максимум, что можно, это найти его тело. А ты вот все те много недель, что его не было, уже думал, что он жив. Как вам кажется, почему по прошествии двух этих войн запомнилась не вот эта работа в общественном сознании, а замочем сортире? Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня, извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим. Слушайте, это работа, которая не предполагает благодарности. Сергей Адамович Ковалев, спасший с товарищами полторы тысячи заложников в Чечне, не был ничем награжден здесь, в России. С другой стороны, орден почетного легиона он получил именно за это, за Будённовск. В их офисе награды из каких угодно государств, но не от государства российского. Все эти годы между ним и старейшей неправительственной организацией было негладко и чем дальше, тем хуже. В 2009-м, когда после угроз от руководства в Чечне была убита сотрудница мемориала Наталья Естимирова. В 2016-м, когда глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев, обнаруживший прежде неизвестные массовые захоронения жертвы прессий, сам угодил в заключение. И все эти годы фоном протестные акции, погромы и нападения от, скажем так, патриотических сил. Фашисты! Фашисты! Но если строго юридически, то изменилось все в 2012-м. Вы голосовали в 2012-м за закон об иногентах? Да. Ну вот спустя 9 лет по этому закону пытаются ликвидировать старейшую общественную организацию. Как вам такой результат? Здесь есть вина самой этой организации мемориал. Последние годы она ведет себя, наверное, странно. В соответствии с законом ты должен обозначать определенная маркировка, что ты инагин. и если сегодня мемориал умышленно, постоянно этого не делает, значит, он умышленно нарушает закон. То есть несколько случаев, когда организация не промаркировала свои интернет-ресурсы и один случай, когда прокуратура пришла и фактически силой изъяла на книжной ярмарке книги. Что мне не удается в эти дни? Мне не удается нашим друзьям, общественным организациям из самых разных стран, которые мне пишут и звонят, объяснить, в чем смысл этих обвинений. Когда я им говорю, видите ли, они пришли к нам на ярмарку на книжную. У нас стояли книжки, которые были выпущены до 2016 года. До присвоения статуса иноагентов. Они не были приштемпелеваны, они не могли тогда быть, мы не были тогда иностранными агентами. И это один из пунктов. Вот это то, в чем нас обвиняет господин Песков. С мемориалом, насколько я известен, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт. Мемориалом, мемориалом, который у нас в как раз отвечает за нашу национальную память фактически. Не такую, которую хотелось бы иметь, а ту, которая есть на самом деле. Многие, однако, под такой трактовкой памяти не подпишутся. Мы идем в гости в другую общественную организацию, необычную, но характерную для современной России. Она так и называется «Сильная Россия». Все последние годы, чем дальше были правозащитники от российской власти, тем вольготнее рядом с ней жилось «Сильной Россией». Ее лидер Антон Цветков, прежде он был в руководстве офицеров России, теперь защищает права всех россиян, и не только в погонах, в общественных советах, при силовых ведомствах и в экспертном, приуполномоченной по правам человека. Претензии к ним, что они нарушали закон, в частности, об иностранных агентах. Но не только сам мемориал утверждает, что этот закон создан был таким образом, чтобы задавить зародыши те общественные организации, которые являются от государства действительно независимыми. Он нас, этот закон, не касается, потому что нас, иностранные организации и государства не финансируют. И было бы странно, то есть, движение, которое за сильную Россию, чтобы нас финансировали иностранцы. Иностранцы финансируют в основном организации, которые действуют... Ну, фактически, да. Это что, вызов российскому обществу, вызов государству или что? Они же олигархическая структура, как бы, мемориал. Олигархическая? Ну, конечно, у них же огромный финансирование. В нескольких источниках я увидел, что у них там ежегодно более 100 миллионов рублей. Для меня это вызвало определенный такой шок. В позапрошлом году там больше 100 миллионов рублей за рубежа получили, в прошлом больше 100 миллионов, в этом году больше 100 миллионов. Я, например, не знаю ни одной другой общественной организации, которая получает такие огромные деньги. Я не видела этого богатства. Ну, как минимум, чтобы офицеры России могут прийти к нам обязательно на экскурсию посмотреть. Вот в этом кабинете обычно могут помещаться до 7-8 человек. 7-8 человек работают вот здесь. Да, хотя бы, видите, тут 4 стола. Не потому, что там как бы нам жалко, просто действительно оцифровка архива требует очень-очень много работы, очень много специалистов, которые могли бы это делать. И мы, к примеру, воюем периодически за конференц-зал, в котором сейчас проходит пресс-конференция. Пытается попасть в эту комнату. В эту комнату, да. А у вас какой бюджет? У нас бюджет. Ну, мы как-то его никогда не считали. Когда мы говорим о мемориале, это тоже важный вопрос, да, потому что у нас в стране много же было репрессированных. Почему родственники репрессированных не дают деньги мемориалу? Значит, они не доверяют ему? Не знаю, кстати, вы это покажете или нет. Почему вы не можете обойтись без иностранных денег? Российское общество, оно реагирует на что-то. Ну, вот, например, когда опубликовала Светлана Алексеевна Ганушлина фотографию девочки, дочери беженцев, которые у лица кислотой плеснули, сразу денег прилетело много. Но ВДИнфо много донатит, потому что это понятное и близкое. Кто может донатить такие долгие проекты? Ну, какие-то меценаты. После дела Ходорковского, который финансировал Институт гражданского общества, таких не очень много. После того, как Зимина признали иностранным агентом, это, конечно, очень хорошо. Пусть они жертвуют, но только мы за это их преследуем. Если бы, условно, вот такой вот мемориал, получая деньги из России, вёл так бы себя в Соединённых Штатах, неоднократно нарушал бы закон Соединённых Штатов Америки, я думаю, что эти люди бы уже сидели, то там бы люди уже были бы в тюрьме, понимаете? Да-да, это классика, в Америке негров линчуют. Нет, наоборот, уже сейчас в Америке. Нас власть, к сожалению, всегда воспринимала неадекватно. Почему вам тогда, казалось бы, посреди перестройки так последовательно мешали зарегистрировать организацию? Это абсолютно понятно. Они действительно считали, что мы делаем партию. Но как может руководство страны, у которой в руках ядерный чемоданчик, у которой упали цены на нефть, и в некоторых регионах вообще-то уже просто нечего есть, у которых шахтёры начинают доставать, как оно может на заседании Политбюро обсуждать аспирантку Женкову, филолога Рогинского и думать, что мы создаём новую партию. Был кто-то, чьё участие или заступничество стало решающим? Вы знаете, как это не печально сказать, то главное заступничество произошло благодаря смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. На похоронах Сахарова в президиуме Академии наук там был Горбачёв и, естественно, Лена Георгиевна Бонар. И Горбачёв подошёл к Бонар и сказал, могу я вам чем-то помочь? И Бонар сказал, зарегистрируйте мемориал. То есть, как ни жутко это звучит, нужно было, чтобы умер Сахаров, чтобы для этого зарегистрировали мемориал? Нужна была отмашка Горбачёва, но сопротивление было дикое. Я помню, первый раз, 30 октября 89-го года, ко мне не было, ко мне не было, и мы решили встать вокруг вот этого здания на Лубянке со свечами. И был такой момент, значит, предупредить, что мы выйдем, но все-таки уже Горбачёвское время было, и не предупреждать. Но я как-то пошел к Сахару, фактически по редакции, рассказал ему. Я говорю, Андрей Юрьевич, вот не знаю, мы поспорили и не знаем, что делать. И он говорит, давай позвоним, я позвоню сейчас. И он позвонил в ЦК КПСС, сказал, что вот мы выходим, и мы вышли, и простояли здесь. Слава Богу, нас никто не трогает. А вы сегодня, в 2021 году, способны выобразить вот такую акцию? Вокруг Лубянки-то один раз мы пытались за счету сети. Была большая акция. Уважаемые граждане, ваша акция не согласована. Будьте добры, в автобус. Вы сами пойдете, или он вам поможет. Меня тогда забрали потом посадить. А тогда нет, не тронулись. И через два года, в 91-м, вместе с поражением Пучистов, с Лубянки отправится, как казалось тогда, в небытие. И Дзержинский, и построенная им система. Я как раз в этот момент, в эти дни работала, вот сидела там на Лубянке, вот и смотрела дела. И я видела потом, какая была страшная растерянность, какая была паника, как они боялись, что сейчас, значит, их начнут, что сейчас их начнут, штурмовать. С 19-го по 22-го августа 91-го я, кажется, домой не заходил. Это прокопченая одежда, противогазная сумка, небритый. И обеспечивали порядок. У вас было чувство победы? Ощущение того, что на самом деле не надо ликовать, но всегда было. И когда толпы людей вышли на улицы, пытались блокировать Центральный комитет, кто говорил, что нужно штурмовать, архивы изымать. И контраст между теми, кто провел дни и ночи на улицах, на площадях, и теми, кто вышел, победителями, которые вышли 22-го августа, он ощущался. Ну, слишком большая, слишком сильная система. Вот эта махина лубянская, она оказалась очень огромной. Ощущение обратного движения маятника, на самом деле, оно возникло практически сразу. По-другому не могло быть. Просто по-другому не могло быть. Ну, как получилось, что от Эстонии и до Чехии, тех, кто когда-то был там диссидентами, сейчас являются элитой этой страны, но не в России. Ну, потому что у них было одно поколение, а у нас четыре. В отсутствии стремления к свободе. И в присутствии боязни стремления к свободе, я бы так сказал. В общем, быстро стало ясно, что экономические реформы так действуют, и, в общем, тяжелое положение экономическое так действует на людей, что им совершенно перестало хотеться всматриваться в это тяжелое прошлое. И власть популистская боялась, что вот эта вот работа с прошлым, она еще дополнительно, так сказать, обозлит коммунистов, лишит поддержки. И это была политическая игра. Вот Рогинский, он же диссидент, он как бы не верил государству. И Сене, по-моему, до этого государства было вот так до лампочки. Вот важно, чтобы оно нам не мешало делать то, что мы хотим. И Сене стал строить мощное НКО. Нам от государства нужно только то, чтобы оно не вмешивалось, не мешало, пускало нас в архивы, все остальное мы сделаем сами. Это была такая вещь, которую, видимо, ну, нельзя было избежать. Но, с другой стороны, последствия этой вещи, они вот, как мне кажется, сказываются сегодня. Вы из семьи сотрудников госбезопасности. Да? Слушайте, ну, у комитета госбезопасности было очень много позитивного, да, существенно больше, чем негативного. Это были конкретные нарушения закона конкретных людей. Но органы госбезопасности сыграли значительную роль в победе в Великой Отечественной войне. Вы имеете в виду, что НКВД, СМЕРШ? Все. СМЕРШ тоже сыграл существенную роль. Конечно. Ну, это же все прекрасно понимают, да? 43-й год. Это создание каторжных лагерей. Это на освобожденных территориях работает СМЕРШ, который внимательно смотрит за поведением граждан, находившихся на оккупированных территориях. В большинстве своем оставались женщины и дети. В большинстве. И поэтому эта большая часть женщин идет по этим статьям. Возьмите даже пример, да, инициативы офицеров России, которую мы тоже поддержали, восстановление памятника Дзержинского на Лубянской площади. Вас не будет смущать соседство Соловецкого камня и памятника тому, кто отчасти в ответе за этот террор. Меня не будет смущать лично, да, но я уверен, что Дзержинский является собирательным образом, фактически историческим персонажем, собирательным образом для огромного количества патриотически настроенных граждан. Александров Егор Максимович, 70 лет, пенсионер, на момент ареста не работал, расстрелян 10 марта 1938 года. Если для тех людей, для которых важен Словецкий камень, для тех людей, которые имеют отношение к семьям репрессированных, это будет как-то смущать, но пусть перенесут камень в другое место, где, собственно говоря, им будет более комфортно к нему приходить. Потому что чекисты пришли к власти, потому что чекисты пришли к власти. В 2017 году они объявили, что они отмечают спецслужбы России, отмечают столетие советских российских спецслужб. То есть они прямо протянули историческую параллель. Приятности. Приятности. На чем вы хотите сказать? И вечный за Родину бой, и внешний обманчив покой, нам вызов не нужен внутрь и снаружи все время есть кто-то чужой. Мы видим, как по стране опять разливается страх. Ведь страх это основной был инструмент КГБ. Произошло разделение общества, страны на своих для корпорации вот этих ребят в погонах и на всех чужих. С уничтожением мемориала вот эта культура страха и страх становится институтом. Институтом, то есть правилом жизни. Это страшное прошлое нельзя отчеркнуть из национальной памяти. И тем более невозможно ничем оправдать. У них биполярка. У них классическая биполярка. Это просто видно. Когда мемориал создавался как движение, боровшееся с преступлениями советского режима, вы, коммунисты, были по разные стороны баррикад. Теперь, когда КПРФ подвергается репрессиям и одновременно закрывается мемориал, вы как будто в одной лодке. Мы требуем немедленно прекратить преследование коммунистов и коммунистической партии, снять осаду московского городского комитета КПРФ. Как мы оказались в этой точке? Я всю свою политическую деятельность в последнее время строил на оппонировании мемориалу, их подходом и взглядом. Но, вот теперь возникает вопрос «но». 52-й год, 19-й съезд КВСС, Иосиф Виссарионович призывает Компартии коммунистов. Буржуазия растоптала знамя прав и свобод. И теперь ваша задача коммунистов взять и поднять это растоптанное знамя защиты общедемократических прав и свобод. Я правильно понимаю, что вы как оппозиция видите Сталина защитником демократических свобод сейчас в сложившейся ситуации? Сталин вообще-то в этом отношении очень большой новатор. В смысле защиты демократии? Я бы сказал так, общегражданских прав и свобод. Мы с этим идем на выборах. По сути дела, КПРФ сейчас осталась единственная правозащитная организация. Меня только что задержала полиция на станции метро партизанская. По системе обозрования лица. За мной бегала полиция по всем вагонам метро и потом в обезьянник посадили на партизанской. Это нарушение как европейской конвенции, так и действующего законодательства, что депутат выполняет правозащитные обязанности. Мы сейчас чем дальше, тем больше с вами скатываемся в эту полицейщину. Но как же попадая в автозак, придерживаясь европейской конвенции, можно поддерживать того, кто стоял за предыдущей волной репрессий Сталина? Вот видите, вы не диалектик, учите диалектику. Разрешите выразить благодарность. Твоей семье к советской посте как относились? Вот, что Сталин поднял страну. Что Сталин поднял страну? Да, без Сталина не было этой великой индустриализации. И вот в войне победил. В общем, все отлично. При том, что я на втором году работе мемориала узнала, что моя прабабушка, русская немка, была угнана в фуд-армию. Вот. То есть совершенно случайно это так хлоп и всплыло. Некоторое время я не говорила родителям, где я работаю. Я говорила в архиве. Ну, а сейчас, например, как твой отец относится к твоей работе? Негативно. Ну, а что ты имеешь против Сталина? Это болезненная для тебя история? Да, не самая приятная. В общем, хочется, чтобы хотя бы тыл был в спокойствии. Из тыла на линию фронта Эвелина с коллегами угодила внезапно за месяц до иска прокуратуры по ликвидации мемориала. Я сидела туда, в ту сторону окно, оно вон занавешано этой шермочкой. И в какой-то момент звук очень сильно увеличивается, какой-то шум, и как будто бы фильм подкручивает. И потом еще сильнее это в разы, прям сильно в разы увеличивается, прям становится дикий гул. Так группа молодчиков, полиция их не задержит, вначале прервала шедший в мемориале кинопоказ польской лентой о Голодоморе, а затем заблокировала весь офис. У меня сразу что-то в голову пришло сравнение с этим фильмом, по-моему, про Бэтмена, когда начался шутинг в Америке, потому что как бы не понимаешь, что это правда или неправда. И я, честно говоря, боялась как раз-таки, что сейчас будут действительно прям бить и будет потасовка. Месяц спустя стало ясно, что планом было не избить людей, а уничтожить организацию. Наутро, после, возможно, самых тревожных для них за 30 лет новостей, команда мемориала встречается, чтобы понять, как быть дальше. Сейчас мы действительно достигли такой точки, когда реально выходить опаснее, чем было выходить в 89-90-м году. Это абсолютно точно. Мемориал — это мы. Don't touch my mema. Меня не ликвидировать. Но еще просто у нас когда-то в жизни были мемы forever. Многие люди хотят быть как-то вместе с нами и нам помочь. И нам нужно придумать максимально хорошее решение для всех, кто хотел бы как-то к нам присоединиться и каким-то образом выразить нам солидарность. Я, например, лично благодарен обществу «Мемориал» за то, что они провели архивные исследования по делу моего деда, которого репрессировали в 1937 году. Не только потому, что в моей семье были люди, пострадавшие от сталинских репрессий, но прежде всего потому, что «Мемориал» это в моем представлении один из краеугольных камней в построении гражданского общества. Когда у нас в стране пытаются реабилитировать Сталина, «Мемориал» продолжает реабилитировать жертв сталинских репрессий. Когда у нас пытается правительство, власть улучшить прошлое, «Мемориал» делает все, чтобы изменить будущее, чтобы не повторилась та страшная история, которая перемолола страну. Главная ошибка столетней давности была в том, что люди молчали и пытались приспособиться. Приспособиться к этому нельзя, как мы видим. Они пытаются идти до конца. Ну а мы чего? Мне кажется, что с «Мемориалом» это такая история, что как только государство начинает поход на людей, которые якобы неправильно помнят, чтобы объяснить, как помнить правильно и что помнить правильно, тут начинается захват территории, после которых мы перестаем быть личностями сами для себя. Для меня это желание, это стремление уничтожить «Мемориал» означает только одно – плюнуть в душу миллионам людей, потерявших своих родных и близких в период сталинских репрессий. Вы понимаете, что вы своими руками уничтожаете наше будущее, будущее наших и ваших детей и вообще будущее государства. Потому что государство, которое не чтит память своих жертв, не имеет будущего. «Мемориал». Екатерина